Данил Москаленко Проведение госпроверок, это тоже касается всех бизнесменов, все всегда здесь, кто приходит в студию, так или иначе говорят о проверках. Поговорим об этом, присылайте вопросы на WhatsApp, рядом со мной телефон. Ну давайте для начала, Игорь, поймем, что в вашем секторе сейчас происходит, потому что я помню, летом вы говорили, что у вас спад идет оборотов, и вот по данным там на 20%, да, средний чек снизился. Ну да, действительно, Данил, была такая тенденция в первой половине 2017 года, что средний чек снизился примерно на 20% в ресторанах Казахстана. Ну, наверное, благодаря, может быть, экспо, да, и тем мероприятиям, которые проводились, и тем, что большинство ресторанов было задействовано в проведении этой выставки. Как вы знаете, открылось много гостиниц в Астане, да, и я думаю, впервые в 2012 году по темпам роста ресторана и гостиничного бизнеса Астана обошла другие города. Традиционно, как мы знаем, Алматы имела пальму первенства, да, по развитию ресторанного бизнеса. Вот, но сейчас, опять же, как я сказал, благодаря экспо, очень много заведений было открыто в этот период. Так экспо закончилось, а как они сейчас себя чувствуют? Вот, это уже второй вопрос. Ну, наверное, не настолько хорошо себя чувствуют, как во время экспо, поскольку, ну, они понимали, что это отчасти сезонная работа, вот, которая достаточно была успешна для представителей данного сектора. Ну, опять-таки, я думаю, что проведение экспо во многом позволило улучшить сервис и в ресторанах, и в гостиницах, поскольку с таким притоком зарубежных туристов, да, просто рестораны были вынуждены как-то повышать уровень сервиса, готовить персонал, опять же, знающих иностранные языки. Поэтому, в принципе, если смотреть по Астане, то за 10 месяцев 2017 года, то рост составил порядка 20-25% именно в динамике развития ресторанного бизнеса. Тем не менее, вы сегодня на предконференции затронули некоторые проблемы. Вот, я немножко не понял по поводу курения. То есть, вас не устраивает запрет на курение в общественных местах, что ли? Я объясню, да. Наверное, не совсем ясна трактовка этого законопроекта, поскольку запрет курения в общественных местах был принят в 2009 году в Казахстане, но не были прописаны нормы, да, где можно курить, где нельзя курить. Поэтому Ассоциация провела большую работу в течение последних двух лет, да. Радуюсь, что наш голос был услышан, и не было такого тотального запрета курения в общественных местах, как в России, да, поскольку после запрета курения в общественных местах в России прибыль заведения снизилась в среднем на 30-50%. У нас пошли по-другому пути, и я вижу вот эти комнаты для тех, кто выбрал вот эти вот дымящиеся палочки, вот эти вот приближающие людей к смерти. Собираются они там, травятся. И это хороший факт, фактически, для бизнеса, да, ресторанам? Смотрите, конечно. Так это можно делать по закону или нет? Да, сейчас объясню. Приняты, наконец-то, были в 2015 году санитарные и педагогические нормы, согласно которым в заведениях общепита должны быть оборудованы специальные курительные помещения. Это заслуга вашей Ассоциации, насколько я знаю? Ну, отчасти, я думаю, да. Отчасти, я думаю, да. Поскольку законопроект практически на 90% был принят мажористом парламента, запрещающий, по аналогии с Россией, да. Вот, но, используя опыт российских коллег, мы пригласили экспертов из России, организовали встречу здесь, в основном, с нашими парламентариями. И, думаю, тоже они донесли для них нашу позицию. И наш голос был услышан. Были приняты нормы в редакции, были, опять же, приняты санитарные и педагогические нормы, которые прописывают. Наша позиция была, как бы, найти какой-то компромисс, поскольку в Казахстане более 4,5 миллионов курильщиков, это практически треть населения. И, ну, нельзя просто игнорировать эту категорию граждан. Я, конечно, сам не курю, и мне не нравится, при мне, когда курят, да. Но просто нужно создать условия, чтобы курильщики не мешали не курящим. Можно ли сейчас... Хорошо, вы решили эту проблему, и немножко бизнесменам, рестораторам стало легче, да, так скажем, в этом плане. А что сейчас сдерживает вообще ресторанный, гостиничный бизнес? Какая проблема для вас основная, если посмотреть? Ну, проблемы, конечно, не возникают, даже в части, там, каких-то либо проверок, обоснованных, необоснованных, да. Просто мы ведем такую тоже активную работу с ресторанами, есть горячее линия, куда рестораторы могут в любой момент обратиться и получить бесплатную консультацию, да. СЭС? Нет, не СЭС, при ассоциации есть горячее линия. Нет, в смысле, я имею в виду, СЭС доставляет проблему электронам? Ну, не только СЭС, различные государственные органы, потому что согласно законодательству, в любом случае, проверки могут быть плановые, неплановые, но в любом случае, какая бы ни была проверка, должно быть заранее прислано уведомление, да. Просто так прийти и проверить, никакой проверяющий не имеет права. Вот, ну, многие рестораторы об этом не знают и просто попадают в такие порой неприятные ситуации, когда вымогают деньги и так далее, да. Вот такая коррупционная составляющая. Поэтому за то, чтобы рестораторы были вооружены, мы регулярно проводим семинары о правовом регулировании ресторана-гостиничного бизнеса, о тех новшествах, которые в законодательстве возникают. Я думаю, это как бы очень помогает. Если позволите, один вопрос от телезрителя по WhatsApp, я напоминаю, вы можете присылать их прямо сейчас. Так, что больше всего напрямую отражается на операционной деятельности гостиниц сейчас? Вот такой вопрос есть. И второй вопрос довольно интересный. Почему в регионах такая неравномерная ситуация по отелям? В Уральске все еще нет пятерок, это закавычено, видимо, пятизвездочные отели. Да, и международные сети не торопятся покорять наш регион, наверное, из-за недостаточного развития городской инфраструктуры. Хотя в том же Октау, наоборот, продолжает открываться четырех-пятизвездочные отели. Вот два вопроса, давайте попробуем ответить. Что больше всего напрямую отражается на операционной деятельности гостиницы? Ну, опять же, на операционной деятельности, в первую очередь, отражается сама загрузка гостиниц. Отсюда и прибыль. Опять же, сейчас, чуть забегая вперед, можно отметить тот факт, что как раз-таки в Казахстан заходит очень много сетевых отелей. Не только в Астане, это видно и в других областных и региональных центрах. Крупные фирмы, получается? Ну да, вы видите, сетевые, да, там, Рэдисон, Ридс Карлтон, Хилтон, Риксос и так далее. Вот, и это говорит о том, что в Казахстане есть потенциал для развития туристического бизнеса. Ну, опять же, почему операционка? Она зависит, конечно, от того, что от уровня подготовки персонала. Ну, естественно, сетевые гостиницы, они обеспечивают хороший персонал, проводят различные тренинги, да, и в целом работают на уровне. Вот, а, ну, там, тройки, четверки, конечно, они нуждаются более высокого листерного персонала. Ну, вот, кстати, вопрос такой есть, тоже поступает. Вопрос в компетентности бизнесменов, которые держат отель. Почему персонал такой неприметливый? Что вы можете сказать, да, по поводу качества менеджмента сервиса в гостиничном секторе сейчас? Ну, естественно, да, я согласен с тем, что в ряде отелей качество сервиса страдает, так как и в некоторых ресторанах, да. Сейчас вот, в частности, по итогам проведения того же экспо, мы посмотрели, что по динамике, и что самое приятное, что рестораторы и ательеры, они готовы вести эту работу по повышению квалификации своих сотрудников. Мы даже обратились сейчас в Национальную палату от Америке, в Министерство национальной экономики, с предложением ввести систему градации заведений, как есть, допустим, пятерки, четверки, тройки, там, в ресторанах, в гостиницах, примерно такое же сделать и в ресторанном бизнесе. Так, хорошо было. Знаете, личный мой пример, если, вот я по регионам когда езжу в командировке, я сейчас считаю улыбки. Вот, например, захожу в отель, вот я улыбку видел, раз, посчитал. Там к администратору подошел, два, посчитал, три. Для меня вот рейтинг отеля, это не звезды, это улыбки. Сколько раз мне там улыбнулись? Ну, мало у нас улыбчивых отелей, так скажем. Ну, вот хотелось бы, чтобы их было максимально много, да, поскольку если мы стремимся сейчас развивать туризм в Казахстане, да, есть даже государственная программа развития туризма до 2020 года в рамках этой программы, обязательно мы должны как бы вести эту работу, именно проводить тренинги. Ну, к сожалению, у нас недостаточно каких-либо школ по обучению, там, именно стаффа, ресторана, гостиничного бизнеса. При ассоциации мы планируем сейчас создать тоже школу, проводить регулярные тренинги. Мы сейчас заключаем меморандум с Российской Федерацией отельеров и рестораторов, которые нам будут помогать и предоставлять для учителей, которые будут проводить определенные мастер-классы. А почему не с Турцией? Там же у нас просто, можно сказать, самые лучшие образцы туристического бизнеса вообще и отелей, развития отелей. Нет, ну, можно с Турцией, но просто я считаю, что, в принципе, в России, в частности, в Москве тоже этот бизнес на хорошем, достаточно уровне и не уступает турецкому. Но опять же, знание языков здесь тоже играет свою определенную роль. Если можно, вот еще вопрос, довольно интересный. Придорожные отели стали выгодным проектом в связи с развитием некоторых дорог у нас или нет? Знак вопроса. Да, безусловно. Вот сейчас, в последнее время, вы знаете, что строится много новых дорог, новых трасс, причем достаточно хорошего качества. И придорожные кафе, придорожные гостиницы, они нашли очень хороший отлик у населения и достаточно хороший прибыльный бизнес. Мы видим, что сейчас этот вид... Ну, за сколько может проект окупиться, там, средний какой-нибудь, такой придорожный? Ну, все зависит, опять же, от размеров этого комплекса. Я думаю, что достаточно быстро, ну, от 3 до 5 лет, в принципе, я думаю, возможно. Так, еще один вопрос, если позволите, от телезрителя. Так ли серьезно сейчас конкуренция и что помогает компаниям выдерживать ее, судя по казахстанскому рынку, это не сложно? Знак вопроса. Сильная конкуренция? Конечно, сильная. Сейчас, я думаю, в ресторанном бизнесе достаточно сильная конкуренция, поскольку именно в 2017 году, вот, прям такой всплеск произошел, открытие новых заведений. И поэтому, я думаю, заведение очень остро чувствует эту конкуренцию и старается выносить какие-то изюминки, какие-то дополнительные вещи. Это в части кухни, в части интерьера, в части приглашения каких-то звезд, артистов и просто организации ежедневной музыкальной программы. Вот, очень популярная система караоке сейчас практически, сейчас в каждом заведении присутствует отдельная комната для караоке. Мы завершаем свой эфир, наше интервью. И я бы хотел под конец у вас спросить все-таки, какие шаги надо нам предпринять, чтобы ускорить развитие, темпы развития нашего гостиничного, ресторанного бизнеса. Что вам не хватает, в общем-то, если так просто сказать? Ну, безусловно, я думаю, государственной поддержки, чтобы наши пожелания, отклики, поскольку я думаю, что ассоциация является такой площадкой для ресторана гостиничного бизнеса, где представители этого сектора могут собираться, высказывать свечения, нужды. А мы уже обязаны, наша задача быть таким хабом, таким мостом между государственным бизнесом и доносить эти чайни уже дальше в органы местного управления, в парламент, в правительство и так далее. Поэтому сейчас, чем мы занимаемся, мы находим хорошую поддержку в лице Национальной палаты Атамикен. Они очень оперативно реагируют на наши предложения, потом доносят уже в соответствующий профильный министерство. И, конечно, безусловно, чтобы было меньше необоснованных проверок и различных государственных программ, которые вы... Вы говорите, да, если можно, давайте расширим о господдержке. Здесь только вы хотите, чтобы вас слышали, что называется, принимали ваше предложение, либо что-то еще, прям конкретное можете обозначить сейчас? Ну, в первую очередь, конечно, мы хотим быть услышанными, да, вот те чаяния, допустим, как я говорил, в части там запрета курения, в части... А, кстати, сейчас вот кальян, например, там электронные сигареты, вот это тоже же... Ну да, сейчас вот стало модно курить электронные сигареты, поскольку они менее вредны для здоровья, как вы понимаете, различные... Они подпадают под запрет? Нет, они подпадают, поскольку они не относятся к табакопотребляемым изделиям, поэтому мы сейчас выступаем за то, чтобы как-то тоже законодательно регулировать потребление именно электронных сигарет, поскольку нет запретов, чтобы электронные сигареты курить в общем зале, да, в ресторанах. Ну, это парогенератор-то вообще по сути там, насколько я там понимаю. Они очень сейчас востребованы, не только электронные сигареты, сейчас вот девайсы различные входят в моду, да, в принципе, меньше... Но они не выделяют никаких паров, никакого дыма, в принципе, да, они абсолютно безвредны для окружающих. Доза никотина для тех, кто курит? Для тех, кто курит, да, но для окружающих они никакого вреда не наносят, да. Так, чтобы они спокойно применялись, например, в том же ресторане, надо какие-то законодательные поправки или правила, да, регулирующие, конечно. Конечно, мы думаем, что так же, как вот существуют санитарные нормы в части выделения мест для курения кабин, так же надо прописать там в части использования вот этих новых девайсов электронных сигарет. Так же вот тема кальянов, да, которые сейчас тоже острым усиливаются в обществе, можно курить кальяна, нельзя курить... Ну, я думаю, нет. Ну, тут двоякая ситуация. Поскольку было принято решение главного санитарного врача, запрещающее курение кальяна по всей территории Казахстана, ну, на наш взгляд, постановление главного санитарного врача, это не носит силу закона, это не решение, может ли, с парламентом или правительством, да. И мы ставим это под сомнение, поскольку данное решение было принято на анализе всего 12 заведений города Астаны, да. По Казахстану никакого там не было проведено, никакого исследования. Вот. И так же можно придраться там к немытой посуде и так далее. Конечно, здесь уже мы опять же выступаем за то, чтобы лицензировать вид деятельности, да, допустим, кальянов, выдавать лицензии, следить за тем, чтобы проходили тщательно обработку. Ну, конечно, есть много заведений, нечистоплотных, где кальяны не проходят абсолютно никакую обработку. И, ну, сам, может быть, табак, за исключением ручного, я вот сам противник потребления ручного табака, потому что неизвестно. Сейчас, кстати, в Казахстане он очень модно стал. Да. Вот. Ручной табак, неизвестно, какие примеси туда добавляются, нет никаких сертификатов, подтверждающих подлинность, да. То есть я так понимаю, что вы призываете все-таки не курить, но поскольку вы возглавляете ассоциацию, где люди приходят в ресторан, чтобы отдохнуть, там надо что-то с этим делать, я так понимаю, да? Конечно, нужно делать. Ну, в части кальянов просто надо стараться курить правильный, сертифицированный продукт. И, ну, стараться ходить в заведения, где действительно они соответствуют тому всем санитарно-психологическим нормам. Я вот под конец еще позвольте вопрос у телезрителей. Я вот скажу, по ресторанам даже в дорогом не получишь, бывает, ощущение от качества обслуживания вкусной еды, как будто чего-то не хватает, хотя дорого все берут. Это что, отсутствие традиций или что-то еще? Знак вопроса аж 4 штуки или даже 5. Ну, видимо, отчасти отсутствует традиция, но сейчас, я надеюсь, что в ближайшее время ситуация будет меняться в лучшую сторону, поскольку рынок требует развития, да, и в сфере, опять же, как я говорил до этого, развития туризма, просто вынуждены повышать качество, да, просто если качество не будет соответствовать, не будет улыбок на лицах офисантов и хостес, ну, просто люди не будут приходить в заведения, и самые рестораторы заинтересованы в том, чтобы делать хороший, качественный продукт. Последний вопрос, как вы завершите этот год и каким будет год у вас 18-й, как вы думаете, для вас, для вашей сферы? Ну, для нашей сферы, я думаю, год достаточно успешный, хотя многие предваривлекали экономический кризис, в частности, кризис в этом бизнесе, да, но тут вот фу, практика показала, что 17-й год стал достаточно успешным, если в целом смотреть по основным региональным центрам, достаточно успешным для данного бизнеса. Ну, мы готовы развивать сейчас эту тему, кстати, в части повышения качества, да, чтобы стимулировать как-то наших рестораторов и отельеров. Мы планируем впервые в 2018 году, в марте месяце, провести награждение Horica Awards, где мы будем выбирать лучшую гостиницу, лучший ресторан, лучший рестабар, там, ночной клуб и так далее. Поэтому вот среди крупных региональных центров мы будем проводить такие исследования. Я думаю, это тоже постигнет рестораны и гостиницы именно повысить свой уровень, и они будут бороться как-то за звание лучшего заведения страны. Да, своеобразный Мишлен такой, как в Европе, наверное, будет у нас. Ну, отчасти, да. Спасибо большое за это интервью. Это был Игорь Капайлов, президент национальной статации ресторанно-гостиничного бизнеса. Я вас благодарю. Смотрите наши программы на сайте abctv.kz. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!